Здоровки, Амиго! Я рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас плейлист из четырёх видео по SCP. Погнали посмотрим! Погнали! Советую подписаться на мой Телеграм, Дискорд, а также компенсацию на Бустер. Али, в конце в описании просмотра. Я готов. Довольно странное начало, ладно. Скульптура в виде собачки? Что? Объект SCP-2021-0401. Почётный титул объекта. Сумасшедший том. Класс. Круткий. Условия содержания. Короткие. Описание. SCP-2021-0401. Рыжий короткошёрстный код. Смешанные породы. Объект враждебен по отношению к любым объектам или концепциям, например, лунная бумага, которые можно считать длинными в абстрактном смысле. Его определение длинного, нестабильного... Это же обычный кот. Но он супертом, ладно. ...экспериментах и считается субъективным. Обычно SCP-2021-0401 ведёт себя послушно. Когда он ощущает какой-либо объект, который может быть... По-любому, не самый любимый объект у Дада. Объективно связан с понятием длинный инициируется стандартная планковская процедура, приводящая к уничтожению цели, его враждебности во всех наблюдаемых до сих пор случаях. Всем привет! Моё внезапное включение после окончания такого короткого объекта. В чём вообще суть? Я помню, давным-давно люди писали, мол, под некоторыми объектами, пожалуйста, там делай отдельные колоночки с объяснениями, потому что бывает не всё понятно. Собственно, вот первый такой шажок, случай подвернулся. Читаю комментарии пользователя аккаунта ЛиТОД. На сайте он, к сожалению, его удалил, написал год назад. Ну, в общем, о чём вообще объект? Есть в китайской Вике администратор АЮ Кредитом. У него оранжевый код на аватарке. Я так понимаю, то, что вот есть, собственно, в виде проявления SCP-2021-04-01, это его аватарка. Чё он сделал? В своё время, без разрешения руководства, он почистил несколько объектов, и когда до него начали докапываться, типа, чё, чёл, какого хрена, он просто ответил, ну, объекты, там, пустые для меня и длинные. Та процедура, которая была расписана в объекте, он, там, видимо, спустя некоторое время создал руководство, там, по использованию и ограничению создаваемого контента, ну, и люди с ним не согласились, заминусовали. То есть, вот автор пишет в комментарии, на момент написания поста рейтинг руководства составляет минус 423, когда я это записываю, ну, уже, получается, год спустя почти, уже минус 1000. Вот, в общем, такой, как бы, с некоторой моралью объект, ну, хоть и шуточный, но ладно. Без предыстории он не такой интересный, но тем не менее. Ладно, спасибо всем за просмотр, бывайте. Максимально короткий и шуточный реальный объект. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно, ладно, хорошо. Там все, реально? Реально? Ну, ладно. Погнали к следующему объекту. Погнали к следующему объекту. Объект SCP-354. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. Безопасная копия SCP-354 хранится на CD-диске и прилагается к данному документу. Доступ к файлам предоставляется сотрудникам с третьим уровнем допуска с минимальными психическими отклонениями. Проверка на отклонения и детские травмы проводится раз в полгода. Аномальные копии SCP-354 до сих пор активно ищутся сотрудниками организации. На 1999 год было обнаружено 7652 копии фильма. Описание. SCP-354 представляет собой VHS-кассету, записанную на нее полнометражным мультфильмом «Мостов сокровищ» за авторством Давида Черкасова. Экземпляры кассет, как показали множественные изъятия, шли в белой картонной коробке без опознавательных знаков, поэтому определить, кем и в какой период были изготовлены пиратские кассеты, не представляется возможным. Фильм, несмотря на полную вместимость на кассете, показывает лишь 43% сюжета, однако концовка каждого экземпляра остается идентичной. Заканчивается она фразой Сильвера. Через час те, кто останутся в живых, будут завидовать мертвым. Попытки отмотать запись в обе стороны приводили к фрагменту с краткой характеристикой доктора Ливси, игнорируя остальной материал. На порченных кассетах характеристика будет намеренно изменена, а оригинальные фотографии будут заменены на пугающее изображение. Мерзкий, старый и самый страшный пи... Черт, побеги, куда ты по... Аж окно открылось. Обалдеть. Пират. Охотится на трелани с молитой флинта. Ненавидит все живое. Мизантроп. Характер пренеприятный. Друзей съел. Вдовец. С небольшой вероятностью, данная характеристика может быть заменена. Оно. Информации отсутствует. Оно хочет есть. Дальнейшие действия... Данные удалены. Примечательно, что каждая версия кассеты будет искажать видеоряд, где присутствует доктор Ливси. В остальных случаях запись сопровождается статическими помехами разной степени. Это здравствуйте, Джаблана. Это здравствуйте, городцы. Что-то вы смогу выглядеть, ребята, разложные. Ранят? Но нет. У него удар от чрезмерной приверженности к жизни. Замечательно. Какая прелесть. Где черный пес? Спокойно. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите ей жизнь. Очень скоро он умрет. Слово... Слово... Смерть для вас означает одной тоже. Вы меня поняли? До свидания. До свидания, мой мальчик. Я могу поехать с вами, но есть человек, на которого в этом предприятии я боюсь положить. Это же очень старый мульт. на данный момент считается что триггером для появления степи 354 а является смех доктора в любом моменте мультфильма как только смотрящий ловит звуковой сигнал содержащий триггер спустя некоторое время он начнет замечать и сипи 354 а и сипи 354 а материализующийся сущность лифсе которая будет наблюдаться периферическим зрением субъект проявлял признаки бесшумной ходьбы хождение по стенам а также игнорировал любые препятствия перед поеданием жертвы все начинается с приглушенного смеха который по мере охоты будет нарастать далее жертва начнет замечать доктора периферийным зрением пока объект не решится полноценно запугивать субъекта своим появлением например за окнами на конце улицы в углу комнаты и так далее если вы дошли до этой стадии знайте вам не уйти от него живым потому что все еще страшно очень страшно ладно ладно а нет это еще не все скоро буду ли все я не буду смотреть этот старый мультик погнали дальше и я вновь открываю глаза объект SCP-1399 русского филиала класс объекта не назначен особые условия содержания не разработаны описание SCP-1399 представляет собой автора данного документа сотрудника фонда SCP Горобельникова Игоря Витальевича личный номер 07821 несмотря на тот факт что SCP-1399 в данный момент времени самолично составляет текущее досье на самого себя нет никаких доказательств того что имя пол возраст место работы и прочие личные данные субъекта а также сам факт его существования как существование фонда SCP реальны особенность аномалии заключается в том что SCP-1399 никогда не засыпает но периодически просыпается каждое пробуждение субъекта происходит рано утром в постели практически всегда с звучанием будильника и сопровождается тем что предыдущее бодрствование равно как и связанные с ним информация такая как восприятие себя и своего места в пространстве времени и обществе осознается субъектом как крайне детализированное насыщенное но все же фантастическое сновидение в текущий момент времени SCP-1399 осознает себя как сотрудника секретной военизированной научной организации фонда SCP предыдущий сон был целиком посвящен работе консультантов в магазине строительных материалов ростова-на-дону предшествующий ему сон по уцелевшим обрывкам воспоминаний содержал в себе сюжеты связанные с прохождением срочной воинской службы где-то на дальнем востоке россии предположительная механика функционирования аномалии соответствующий ей класс объекта обоснованный объект не является аномальным в силу ряда возможных причин к таковым например можно отнести нахождение в каскаде снов во сне неизвестного обычного человека который в скором времени пробудиться окончательно масштабное психическое заболевание субъекта наиболее вероятно расстройство множественной личности переутомление корабельникова игоря витальевича после длительной работы и болезненные восприятия им обычных пережитых сновидений эвклид объект является аномальным в силу ряда возможных причин к таковым например можно отнести попадание субъекта под воздействие иной возможными меметической аномалии особые условия содержания скорейшей изоляции обследование корабельникова и в субъект действительно обладает способностью спонтанно и бесконтрольно пробуждаться в разных местах под видом разных людей что может быть объяснено временным взмещением сознания жертв аномалии сознанием SCP-1399 особые условия содержания поиск источника аномалии и его изоляция при необходимости обработка амнезиаками или медицинская помощь жертвам SCP-1399 корабельников и в должен быть задержан и подвергнут идентификации личности атлант объект кем бы или чем бы он ни был является источником всего сущего каждый сон является отдельной реальностью создаваемый источником если данная теория верна характеристика существования может применяться только к SCP-1399 каждое пробуждение является стартом нового мира сна при котором старый мир сон прекращает свое существование оставаясь лишь память SCP-1399 в связи с этим объект может характеризоваться и как аполеон и как-то умеет в связи с тем что в следующем мире сне с высокой долей вероятности не будет аномалий особые условия содержания не существуют данные досье как и фонд как и мир аномального будут забыты привет спасибо за просмотр если тебе понравилось это видео то я буду рад твоему лайку комментарию и это крутое видео с киноканал с колокольчиком на все уведомления также у нас есть дискорд сервер мы там общаемся делимся всякими штуками да и вообще у нас хорошо ссылка на дискорд есть в описании к этому видео а если ты хочешь поддержать автора блин быстро пролети пролети пролетают ролики ладно погнали к следующему лукоморье уж это заставка объект SCP-2233 русского филиала класс объекта безопасный особые условия содержания за территории на которой находится SCP-2233 должно быть установлено постоянные спутниковые наблюдения поскольку SCP-2233 расположен в местности удаленной от крупных населенных пунктов вероятность появления здесь гражданских лиц крайне мала но в целях безопасности рекомендуется раз в неделю проводить разведку местности с воздуха кроме того границы данной области должны регулярно патрулироваться членами могут это омикрон 12 сказители поскольку SCP-2233 включает в себя несколько феноменов условия содержания были разработаны отдельно для каждого из них и будут описаны ниже многие феномены SCP-2233 пока не изучены и могут представлять опасность поэтому при проведении исследований на территории SCP-2233 следует принимать все меры предосторожности описание SCP-2233 это территория площадью примерно квадратных километров опять данные удалены в этой местности были зарегистрированы многочисленные аномалии а также были обнаружены различные объекты обладающие необычными свойствами ниже следует их подробное описание самым примечательным объектом является SCP-2233-1А представляющий собой раскидистый дуб высотой 40 метров и с диаметром ствола 3 метра радиоуглёв это прям тот самый стих у локоморья дуб зелёный, да? уходный анализ показал, что возраст дуба составляет примерно 206 лет ага обязательно, что листва дуба остаётся зелёный круглый год и не опадает осенью вокруг ствола дерева, от корней и почти до самой верхушки обмотана массивная толстая цепь, сделанная из золота по этой цепи Это реально стих. В SCP ходит огромный черный код неопределенной породы, обозначенный как SCP-2233-1B. За SCP-2233-1B была замечена способность говорить человеческим голосом, которая заключается в том, что данные удалены. Также отмечено, что SCP-2233-1B не нуждается в пище и сне. Все попытки снять SCP-2233-1B сцепи для проведения исследований пока потерпели неудачу, так как были встречены агрессии со стороны животного. Применение дротиков, смазанных усыпляющим составом, также не принесло результатов, поэтому проведение экспериментов было принято временно отложить и ограничиться наблюдениями. Согласно установленным условиям содержания, рядом с деревом всегда должны находиться два охранника уровня 1 и два исследователя уровня 2, которые должны следить за SCP-2233-1B и сообщать обо всех отклонениях в его поведении. В году, в роще неподалеку от SCP-2233-1A, членами МОКТЭТа Омикрон-12 Сказителя, было замечено существо, издалека похожее на кривое бревно, передвигавшееся на коротких ногах-обрубках. Захватить существо не удалось, так как оно, по словам одного из Сказителей, словно растворилось среди деревьев. После этого случая, другие исследователи и агенты неоднократно наблюдали это существо, но попытки его захвата... Это, 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 это странно. Это, это очень странно. ...не увенчались успехом. На дорогах по всей территории SCP-2233 периодически появляются следы, предположительно оставленные крупными животными. Биологи фонда, исследовавшие эти следы, заявляют, что такие отпечатки просто невозможны и что в природе не существует животных, которые могли бы их оставить. Согласно установленным условиям содержания, со всех обнаруженных следов необходимо сделать гипсовые слепки, которые затем должны отправиться в зону... ...для анализа. В году в небольшом лесу на территории SCP-2233 членами МОК-ДТА Микрон-12 Сказителей был обнаружен деревянный бревенчатый дом без окон, установленный над землей на четырех высоких сваях, издалека похожих на куриные лапы. Внутреннее убранство дома соответствует началу, середине XIX века, при более близком исследовании аномальных свойств не было обнаружено. Кто является хозяином дома до сих пор неизвестно. Исследователь предполагает, что это, вероятно, охотничья хижина, наподобие тех, что встречаются в сибирской тайге, в которой могут переночевать случайные путешественники. Каждый день, ровно в 4 утра по местному времени, на берегу Наталино моря появляется отряд из 30 человек, одетых в кольчуге и вооруженных по образцу Древней Руси, предположительно X-XI веков. Во главе отряда выступает высокорослый мужчина с окладистой черной бородой. Отряд проходит вдоль морского берега около 5 метров, после чего исчезает, как бы растворяется в предрассветном тумане. Все попытки установить контакт с этими людьми оказались безуспешны. Воины свободно проходят сквозь любые препятствия и людей, которые стоят на их пути, а также не реагируют на внешние раздражители. Четыре исследователя, пять сопровождающих их агентов и три члены МОКТЭТО ОМИКРОН-12 сказителя стали свидетелем необъясненного явления. По словам одного из очевидцев, агенты... Во время проведения исследовательских работ, прямо над их головой раздался гул, похожий на гул реактивного самолета, и они увидели летящего по небу на большой скорости старика с длинной белой бородой, за которую держался человек в доспехах. Странная пара пронеслась по небу в южном направлении и скрылась за горизонтом. К настоящему времени не поступало сообщения о повторном проявлении данного феномена. МОКТЭТО ОМИКРОН-12 сказителя обнаружил на склоне холма у самого берега Адалино моря вход в раннюю неизвестную пещеру. При исследовании пещеры был обнаружен проход в некое подземное хранилище, представлявшее собой просторный зал. В этом хранилище были обнаружены сундуки и мешки, заполненные золотыми монетами и слитками, а также драгоценными камнями. Общая сумма найденных сокровищ позже была оценена экспертами фондов МЛОНОВ ДОЛЛАРОВ. На одном из сундуков лежал скелет гуманоида в ржавых черных доспехах с потускнившей золотой короной на голове. Данный скелет был доставлен в зону для исследования. Анализ костной ткани показал, что умерший был мужчина европеоидной расы, а его возраст на момент смерти составлял лет. Других аномальных свойств у останков обнаружено не было. Неспокойно это место, скажу я вам. Тут вечно чудится всякое. Кажется, будто на горизонте возникает дворец золотой. По морю ладьи плывут с белыми парусами, а вдалеке кто-то петь начинает и на балалайке играть. Причем вроде и на русском языке поют, а все равно непонятно. Я уже к ученым обращался по поводу этих глюков. Они меня на психологическую экспертизу отправляли, но вроде ничего странного у меня обнаружено не было. И да, почему-то периодически в воздухе сильно пахнет спиртом. Как будто рядом со мной мужики на троих пузырь самогона давят. Чудно все это. А че бы и нет. Привет, спасибо за просмотр. Если тебе понравилось это видео, то я буду рад твоему лайку, комментарию и подписке на канал с колокольчиком на все уведомления. Также у нас есть дискорд сервер, мы там об... Блин, вот это реально круто. Вот это реально крутая идея. Очень, как минимум, это забавно. Сделать объект по... Ру-объект по типу... Стихотворение. У лакоморья дум зеленый. Золотая цепь на нем. Блин. Ладно. Что ж, ребята. Что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.